Прыгают, бегают, рисуют, играют, танцуют и поют. Эти дети ничем не отличаются от своих сверстников. Просто они немного хуже слышат. Всего садик посещают 28 малышей. Здесь для них созданы все условия, чтобы они чувствовали себя как дома. Главная задача сотрудников садика – научить детей говорить. Задача учителя-дефектолога нашего детского сада – это развитие остаточного слуха и коррекция речевых недостатков детей. Основной формой общения является устная речь. Научить слабослышащих детей говорить педагогам помогают компьютерные игровые программы и специальные тренажеры. Это единственный садик в Чувашии для детей с проблемами слуха. Поэтому его посещают не только малыши города, но и районов республики. Режим пребывания круглосуточный. Педагоги и сотрудники садика ежедневно учат детей доброте и милосердию. А в этот день встретить лучик добра собрались не только педагоги и дети, а также их родители. Малышам привезли новые игрушки. Их купили и принесли в администрацию города неравнодушные горожане, чтобы сделать добро. Традно сознавать то, что наши горожане не забыли еще такие чувства, как доброта, милосердие, любовь к ближнему. Я хочу выразить слова благодарности всем тем, кто принимал участие в этом марафоне, а также организаторам этого марафона. Это администрация города Чапоксара и администрация управления образования. Спасибо всем тем людям, которые откликнулись на призывы и сотворили добро. Благодаря любви и высокому профессионализму наших сотрудников, наши дети стали открытыми и общительными. Научились любить окружающий мир, научились выражать мысли и свои чувства. Отдельное спасибо мы говорим людям, которые не равны, не равны то, что проблема наших детей, а то, что дети связаны с благотворительностью. А дети отблагодарили всех собравшихся стихами, песнями и танцами. Ведь они, как никто другой, знают. Улыбнись и тебе улыбнуться в ответ. Татьяна Трофимова, Андрей Шоклев, Республика. Субтитры создавал DimaTorzok